Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. День Зосимы. Назван в честь преподобного отца Зосимы, Игумера Соловецкого. Желая сохранить чистоту душевную и телесную, Зосима, еще отреком, Решил не вступать в брак, так как решил избежать его, Как препятствие к богоугождению. Согласно словам апостола, говорящего, Не женатый заботится о Господниках, как угодить Господу, А женатый заботится о Мирском, как угодить жене. Благодаря ее стараниям на Соловках появился монастырь и потянулись к нему монахи. Преподобный отец Зосим считался покровителем пчел вместе со святым Саватием. Поэтому этот день имеет и другое название. Зосима – пчельник. Сегодня христиане выносили на пасеку улья, Выпускали пчел и присматривались к их поведению. Они молились Зосиму и Саватию, обходили пасеки с зажженной свечой, А после этого окропляли улью святой водой. Приметы. Ранний излет пчел указывал на наступление устойчивой теплой погоды. Если пчелы садятся на вишневый цвет, значит будет хороший урожай вишни. Если нет, будет слабым. Цветки каких растений и деревья пчелы облюбуют, Такой мед и соберете. Если сегодня посеять петрушку и морковь, будет хороший урожай. На какой хлеб сегодня сядет пчела, такой и урожай будет. Если пчелы хорошо пережили зиму, это к хорошему урожаю гречихи. Всех приветствую. У кого есть вопросы, можете задавать. Не стесняйтесь. Микрофон включите себе и спросите. Да, можете микрофон. Можете ко мне на канал. Я говорю, у меня столько там видосов. Я уже все переговорил. Но пока вопросов нету, я смотрю. Все внимательно слушают. Мне просто, знаете, несколько как-то даже обидно. То, что вот это все банальные вопросы, которые давным-давно уже известны. Которые там 20 раз там были обговорены и так далее. Вот, например, вот этот вопрос про соду. Я вспомнил про соду. Надо ли пить соду или не надо пить? Знаете, вот, если у человека молочница, на языке, особенно, когда, знаете, как будто он только сметану съел. Ну, язык, грубо говоря, вот такой вот. Белый, да? Вот эта вот вещь пойдет. И соду надо гасить. Я об этом тоже рассказываю. Сода должна быть погашена. И она добавляет, как бы сказать, ну, своеобразные резервы, там, щелочные в наш организм. И плюс, ну, она вот подавляет особенно грибки, молочницу и так далее, которые чрезмерно. Вот в этом случае она хорошо работает. Ну, в остальных случаях, вот, конечно, существуют там рекомендации из Агни-йоги. Ее еще Елена Ревих рассказывала. Что вот надо пить, это считается божественный пепел. Надо пить понемножечку и так далее. Ну, вот знаете, чтобы почувствовать, я очень много вещей делал. Я и соду пил, я пил и керосин. Я пил там, допустим, и полыни, и много-много других вещей. Я уже со своего опыта могу сказать, да, это все работает, но тогда в конкретном случае, вот конкретно, как я вам сказал, если вы хотите, чтобы печеночка лучше работала, маслица. Если просто там, чтобы желудочек, пейте там водичку там, да. Вот. И, значит, тут, если у вас имеется там молочница или еще какие-то, значит, используйте вот эту вот соду. Умеренно. То раз попили, так, все это хорошо. И если она нам, ну, грубо говоря, как бы, вы, ничего такого у вас нету, да, пожалуйста, ничего это и не используйте. Вы вот, знаете, достигли. Очень важно, я убедился следующее. Вот человек начинает заниматься, он сдвинут в эту сторону. Там, допустим, организм грязный, там сердце болит, сосуды болят, там, рата-та-та-та, сустав. Он начинает заниматься, там, чистит организм, свежие, там, салатики, там, блюда. Он раз встал в норму. И говорит, о, о, хорошо. И думает, раз хорошо, и продолжает дальше. И сейчас еще больше сырой пищи, еще там почище. И потихонечку сдвигает сюда. И в результате возникают совсем другие отклонения, которых не было. Вот эти ушли, другие появились. Важно остановиться вот на этой золотой серединке и его придерживаться. Попробовали? Ага, видите, что вы что-то туда уходите. Значит, не сырое, а полутушеные овощи. И будет, я говорю, все великолепно. И будет, я говорю, все великолепно.